Привет! Мы сейчас едем на ВДНХ на выставку текстиля. Так скажем, продолжение предыдущей выставки. Ну, в общем-то, здесь у нас планируются ткани, фурнитура, текстильные полотна, оборудование, сырье. В общем, упаковки, бирки, нитки, молнии, этикетки, шейные машинки, станки. Сейчас все дальше увидите сами. Как раз вот мы проезжаем мимо мост фильма. Хочу вам показать. Это большая такая, как не знаю, стела такая огромная, памятник. Он, конечно, смотрится вообще прям бомба. Когда вы проезжаете, что-то рядом, да, прям масштабно. Классно очень. Сейчас мы едем на ВДНХ. Такая вот дорога. Сегодня тепло у нас. Простояли в пробках, наверное, часа два, пока выехали из них. Да. Это вот уже мы на севере Москвы, да, ВДНХ осталось 8 минут. Ну, спасибо. Значит, въезд на ВДНХ стоит 700 рублей. Да, и самый прикол, когда вы заезжаете, как мини-город. Здесь надо вообще понимать, куда ехать. Лучше всего по навигатору здесь ездить, по ВДНХ на машине. Раньше, когда я не знал, заезжал, сразу здесь встал на въезде, а потом пешком. Хорошо, если в этот момент еще не шел дождь. Мы в прошлую выставку приехали, во время дождя тут шли, блукали, мокрые пришли. Здесь, получается, на ВДНХ как мини-город. Тут, получается, так же дороги, все размечено, но здесь надо знать, куда ехать. И к какому павильону? Лучше всего перед тем, как сюда поедем, выберите павильон, где проходит выставка в навигаторе, его вбили и посмотрели именно парковки здесь. Вот я поставил парковку где-то в 300 метрах от нашего павильона. Такие вот здесь интересные здания. Еще во время СССР все осталось. СССР все строилось. Погода вообще бомбическая сегодня. Плюс 3, ну прям по кайфу. Я сегодня шапку одел, я же болел недавно. Катя без шапки все находит. Машина пришла в шапки, не надо. Ну вот в общем машину поставили, сейчас отсюда нам до павильона в 57, по-моему, в 53, идти где-то минут 5, вот так, где-то там метров 400-500. Сейчас придем снимем, вам покажем. Вот он, гастроном номер один. Мы сюда заходили, в прошлый раз это был где-то полгода назад. Может быть кто-то видео смотрел, старые видео. Там конечно обстановка внутри бипец, как будто вы попадаете в 58-й код или 60-й. То есть там блин, они за какого-то вот реально назад, в прошлый. Интерьер конечно реально СССРовский. Надо какими-то реально тут еще раз дайте показать. Тебе понравилось? Вот она, ракета. Знаменитая ракета. Кстати, вон еще самолет стоит. Еще здесь еще что-то было, да? Не помню. Фонтан это поднято там в начале. И здесь еще какие-то были такие же эти памятники. Сейчас погуляем после выставки, понаснимаем, покажем вам. Сейчас его, кстати, вот в этом году хорошо прямо отреставрировали. По-моему, в том году реставрация была, здесь прямо все переделали. Вот он наш павильон, здоровый. Вот здесь он проходит. Поставка 57-м пограем огромного. Ну, где-то метров, наверное, 600, наверное, на воде. Такой огромный пограем. Вообще, в ДНХ огромная здесь территория. Аж как мини город. Это как у нас, мини Горячеводск. Если взять вот Нижний Горячеводск, мне кажется, все в ДНХ будет. В ДНХ. В ДНХ. В ДНХ. В ДНХ. В ДНХ. В ДНХ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодцы! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Д И это нам еда вышла в 700 рублей. Ну, все-таки еще, конечно. Нет, ну всем же интересно, сколько стоит в Москве вообще еда и как это. 200 рублей в день кросса, 202, это за 400. И, наверное, по 150 кофе. Да. В общем, походили мы на первом, на втором этаже. Взяли пару контактов. Сейчас мы пойдем на выставку оборудования. С соседней, да, где оборудование. Да, где оборудование. Да, сейчас мы спустимся вниз как раз здесь. Пойдем вам покажем оборудование. Что у нас впереди, где-то выставок 10, да, мы записывали? Чуть меньше. Меньше? Ох, надо все обойти теперь. Так, все, мы вышли, сейчас идем на вторую выставку, которая тут находится недалеко. Кстати, такие вот поставления фигуры. Это, как называется, современные штуки. Не хочешь корону не сфотографировать? Нет. Вот коток для детей. Платный. Бесплатный. Я не думал, что он платный. Хотя, человек стоит, который принимает, наверное, платный. Блин, ну это не так интересно, на самом деле. Как тут, за что такая скорость большая. Так, ну это мой крикетит, на мойной. Может, к вам даже не только этот какой-то. все вы пришли жалко что суда только пускают сковородом можно там регистрации на станет что попасть здесь уже конечно более интересный мы сюда пришли поискать нам нужен станок который который вышивает покрывала покрывала и вот мы сюда пришли выискать это такая большая станция которая делает принты на одежде на майках вот такие вот принты всякие вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Машиночка здоровая такая Вот это вот обалденный станок для кроя, для вещей. Это просто незаменимая вещь. На компьютере выложил свои изделия, он тебе его напечатал размеры все и ты просто вырезал и шьешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два с половиной часа ехте Два с половиной часа ехте Два с половиной часа ехте Сначала не понял, почему такой разброс, может кто-то все выкупил куда-то, но это из-за ковида такая ерунда. Я сейчас хочу еще вам показать такую штуку прикольную. Вот видите, это растение, то есть, сейчас же как, экологический год, да, где-то как-то, ну там по экологии все с ума сходят. И вот сделали вот здесь, типа мини, как это было, рассады, чтобы воздух чистился. Такая интересная штука, вот растение растет. И вот такой дизайн самого торгового центра, его отреставили. Бетонно-металлические сетки, да? Да, его отреставировали недавно, раньше вот другой был, потом его выкупили и как-то его, как-то странно, если честно, его сделали. Вот и тот металл, вот сетки. Сетка на улице подоставила. Вот это у меня такой вот, пожалуйста. Вот такой дизайн торгового центра. Да, такой, специфический. Ну и все, мы купили, сейчас мы идем в кино посмотрим, выйдем и поедем. Просто хотел вам показать вот такие вот приколюхи, необычные растения на стенах. В общем, зашли мы в кафешку. Покажи эту ножку. Она прикольная, тонкая и большая. Очень интересно и удобно. В общем, нам принесли фетучини с морскими креветками. Какао и пакет вкусный. Ну как? Попробую и промолчал. Я тоже промолчу. Пойдешь. Вкусно, нормально. У меня медовик, а у Кати мусовой. Манго, шоколадный. Манго, шоколадный. Манго, шоколадный. Манго, шоколадный.